люблю корчить рожи потому что это все равно ни в какие бэкстейджи не входит и никто этого не увидит друзья мои привет желаю вам отличного настроения и хорошего дня меня зовут илья многие из вас в комментариях заметили что я переехал на новый macbook у которого только usb-c порт это не очень удобно но в любом случае тот прирост в мощности при монтаже в сравнении с моей 13-дюймовый прошка пятнадцатого года полностью нивелирует все неудобства вызванные всякими картридерами донглами и кучей других переходников но раз уж у нас одни usb-c порты кругом я решил заодно и поменять монитор у меня до этого на столе стоял старый самсунговский full hd на 27 дюймов изогнутый но full hd это мало на такой диагонали поэтому было решено поменять на что-то более навороченное и это benq pd 2710 qc с первого раза выговорил молодец я восторжен и попискиваю от этого монитора с самого момента как я его вытащил из коробки поставил на этот стол подключил все проводочки к нему и одним единственным кабелем я подключаю теперь к макбуку питание звук если надо потому что здесь есть колонки они средненькие ну скажем так плохонький по качеству в макбуке колонки лучше но плюс вся периферия внешний жесткий диск клавиатуры мышки да все что угодно в подставке здесь 4 usb 1 usb-c ethernet и дисплей порт в общем подставка максимально функционально и одним кабелем все это я подключаю к ноутбуку и питание питание самое главное одним кабелем usb-c ну и раз уж мы говорим о периферии давайте посмотрим насколько велика будет разница в скорости чтение записи на внешние ссд через usb-c на макбуке напрямую сейчас имеем 311 мегабайт на записи 511 на чтение и сравним эти результаты с подключением в док монитора а вот через док имеем циферки следующие 345 мегабайт на запись сейчас уже снизилась до 300 и 400 на чтение примерно то же самое поэтому разница то не слишком большая можно подключать прямо в док вот я сам не представлял насколько удобно и круто все иметь в одном кабеле звук питание периферию все что угодно в usb-c это действительно универсальный разъем и в этой ситуации понимаешь это как нельзя лучше но есть одно но в таком случае все-таки у монитора не хватает мощей заряжать ноутбук при активном его использование в играх при монтаже все отлично но вот когда я играл в мэда макса на ноутбуке он все-таки медленно на разряжался не критично в игры я все-таки даже на ноутбуке не играю я понимаю что сейчас я должен говорить о технических характеристиках все-таки я техна блогер рассказываю про технику но мне действительно хочется просто сидеть и вот-вот восторгаться вот этим всем удобством но окей про технические характеристики две пятьсот шестьдесят на тысячу четыреста сорок разрешение стопроцентный охват srgb и рек 709 видео как раз я снимаю в рек 709 шикарный дизайн потому что у него очень тонкие рамки со всех сторон единственное что в дизайне вот вот к чему можно придраться это очень большой док туда при желании можно засунуть 13 дюймовый ноутбук поднять монитор как вам удобно хотите можете его даже перевернуть вот сейчас бы главное не сломать ничего у меня там провода не дают его сейчас докрутить полностью но поверьте крутится вверх вниз а влево вправо он только в путь вот у моего прошлого монитора такой возможности не было и я рад даже этому потому что раньше мне приходилось подкладывать под монитор какую-нибудь подставку виде например playstation 4 взятые студии а теперь просто пальчиком вверх вниз и все регулируется так классно ну ладно на самом деле относительно качества изображения вообще все круто все-таки это дизайнерский монитор с отличной айпиеса матрицей да не 144 герца игровых но это тут в принципе нафиг не нужно по крайней мере мне мне важно иметь четкое и точное изображение потому что я хочу все больше и больше понять цветокоррекцию и для этого мне важно правильное отображение цветов как вы понимаете но восторги не будут длиться вечно все-таки минусы у монитора есть один из них я уже назвал это во-первых очень большая по своему размеру подставка не на каждом столе она разместится комфортно на моем еще окно если у вас более захламленный стол будет уже проблематично во вторых она царапается эта подставка она кстати такого же серого цвета как и макбук и ssd все в одной цветовой гамме вот это мне кстати нравится что сторонние производители ориентируются на apple чтобы все было органично на рабочем столе и в третьих что мне не понравилось это то что монитор занимает две розетки одна это док станция и вторая сам экран ну блин один провод да пофигу вообще хоть все пусть в доме займет потому что ну вы по моему это уже слышали да удивительно то что об этом мониторе почти никто не говорит это действительно крутой профессиональный инструмент а обзоров этого устройства в интернете всего лишь несколько и вот это кстати один из них возможно виной тому отчасти цена потому что на любой профессиональный инструмент будет стоить охренеть как дорого это я уже на себе понял несколько раз расстроился и просто смирился сейчас по крайней мере в ресторе я нашел за 45 тысяч такой монитор со скидкой в 10 процентов нормальная цена где-то 50 и знаете по моему она оправдана я конечно понимаю что за эти деньги можно обложиться мониторами попроще вот прям вот на 360 градусов но если вам нужен нормальный мощный профессиональный инструмент который подключается по одному проводу это вот оно отличная картинка очень удобный регулируется туда-сюда стопроцентный охват srgb и rx709 8 бит мини дисплей порт hdmi в общем полный набор там есть а в подставке есть еще даже ethernet юсб хаб напомню на 4 юсб 3.1 плюс 1 юсб си дисплей порт выход на колонки даже трех с половиной миллиметровый поэтому сюда можно подключить акустику и вообще завязать на этом мониторе весь свой мультимедиа рабочий стол вот я кстати так уже начал делать осталось только колонки на стол прикупить и вообще все отлично будет самое главное забыл он же еще ко всему прочему и матовый поэтому если вы сидите спиной к солнцу и она падает вам прямо на экран ничего шинки бликовать не будет вы знаете начиная с этого устройства на канале появится плашка казаков рекомендует но это пока еще рабочее название но это плашка будет только у тех устройств которые я крайне сам рекомендую вот просто вот сто процентов и это одно из них вот монитор bank you pd 2710 qc надеюсь я опять правильно сказал вот это первый гаджет который получит эту плашку казаков рекомендует а на этом все дорогие друзья оцените это видео если оно вам понравилось или не понравилось и жду вас в комментариях и заглядывайте обязательно ко мне в паблик вконтакте там публикуется эксклюзивный контент до скорой встречи здесь на ютубе пока пока